всем привет это обзор лего от каленкрасный и сегодня мы с вами посмотрим на все новинки лего звездные войны на грядущее полугодие наконец-таки анонсировали почти все наборы вышли их официальное изображение и мы с вами можем детально на них посмотреть и разобрать так но прежде чем перейти непосредственно к разбору ребята я прошу вас подписаться на канал поставить лайк колокольчик и написать комментарий чтобы это видео смогло продвинуться и много кто его видел ну что ж погнали первый набор ну и начать бы я хотел с вот такого-то интересного набора это у нас набор олега 18 плюс такой взрослой линейки лего коллекционный как бы набор набор под артикулом 75 296 медиационная камера дарта вейдера здесь у нас 663 детали это такое у нас изображена культовая сцена из 5 эпизода где дарта вейдера нам впервые показали без маски вот в общем это может сказать продолжение еще одного культового такого набора с и культовой сцены заветных войн где у нас люк узнал впервые что дарт вейдер это его отец по функциям набора у нас не сильно так отличается от чего-либо функции очень мало не ограничено это единственное поднимание вот этой камеры да и все две у нас фигурки дарт вейдер я так понял по изображениям дарт вейдер у нас последний самый потому что у него видно что на руках имеется принты это очень клево на ногах по моему нет прорисовки там обувь собак и всего остального вот и еще один генерал по моему пиен или как-то так его зовут не помню самое прикольное что камера очень действительно очень хорошо проработана очень похоже на оригинал и самый прикольный момент то что имеется у нас такой небольшой монитор изображения там два других генерал которого дарт вейдер душит по моему одного в общем вот такой вот интересно набор определенно стоит своих денег и в коллекцию я думаю его разберут но достать его будет наверно труд следующий набор но следующий набор о нем очень кратенько почему кратенько то что у меня есть на него отдельный вообще обзор ссылка будет здесь это у нас набор шаттл бракованной партии набор определено стоит своих денег своей коллекционной стоимости он будет тоже стоить очень интересно я бы его советовал прикупить 100 процентов хоть его и хейтили следующий набор ну и следующий набор у нас под артиклом 75 310 от дуэль на мандалори честно говоря очень сильно жду этот набор прям как только он появляется его сразу покупаю это почему я его жду я объясню потому что я делал на него самоделку ссылка на эту самоделку будет здесь и честно говоря как мне кажется моя самоделка получилась намного круче данного набора вообще это у нас будет очень я думаю продаваемый набора за счет того что у нас здесь две важные фигурки это асока тана и дарт мол к сожалению асока тана нас обесценили из предыдущего набора где у нас она была вместе с клоном 30 331 роты здесь теперь не помню вот сама у нас как бы постройка у нас является такой серии лего где они выкладывают такие мини дуэли между собой то есть у нас в 19 году выходила дуэль между рэй и кайло на планете star killer потом нас была дуэль а на кино оби-ван на мустафари очень не сильно принятая фанатами не знаю почему все конечно ожидали что там будет какой-то большой такой набор растянута они просто взяли вот так сконкали немножечко и сделали и это belongs как бы тоже продолжение но можно сказать видно такая небольшая деградация в ухудшение детализации и ухудшение количество деталей вот что мне в наборе не понравилось мне не понравилось во первых количество деталей во вторых тронный зал просто блин сделали трон и небольшую такую фигнюшку типа ну стенку сзади даже у меня кажется мне лучше получилось и что мне сильно не понравилось так Это вот камера, вот эта, куда запрятали Дарт Мола. Во-первых, она громоздкая, она очень большая для фигурки. Мне кажется, можно было что-то сделать наподобие карбонитовой камеры Хана Соло из набора 75-137, по-моему. Вот, как минимум просто меньше. И во-вторых, вот эта вот декоративная крутая штука, куда прячут, да, там, где у нас нарисованы мандалорцы, это, блин, наклейка. Я сначала думал о этой печати, такой, вау, круто, эта деталь будет очень такая интересная. А это просто печально. И потом даже, фу, наклейка. И потом даже вот на турном зале, вот сзади, где у нас изображена вот эта штука интересная, ну, желтая, это тоже прозрачные наклейки и все. То есть по функциям набор, на самом деле, тоже очень сильно ограничен. Здесь мы прячем просто пистолет, у нас откидывается вот это стекло заднее, все вспомнил, как это называется, и можно спрятать Дарт Мола. Все, больше ничего. Ну и фигурки. Да, ради фигуры, конечно, набор будет очень сильно распро. Такой неоднозначный набор, но я думаю, будет очень продаваем. Следующая у нас новинка. Следующая новинка у нас под артикулом 75316, это у нас мандалорский истребитель. Очень крутая новинка, это у нас как бы ремейк 11-го года, похожий, очень похожий, очень интересный, но точно так же, как и его ремейк, предыдущая версия, точнее, очень сочная по именно фигуркам. Что ж, что у нас здесь в наборе? У нас здесь три крутые фигурки, это у нас сама Бо Катан, что очень интересно, у нее идут в комплекте волосы, коррые оранжевые, и вот эти волосы идеально подходят для нее. Потом у нас обычно мандалорец, который у нас выступал за правильных, и Гар Саксон. Вот, фигурки просто шикарные, восхитительные, очень хорошо проработанные, прям вот без каких-либо нареканий, принты даже на ногах. Посмотрите, они развалились, сделали принты на ногах. Но это прям... Я очень люблю мандалорцев, у меня есть своя небольшая коллекция. Вот, это будет прям изумительный набор, его тоже сильно разберут быстро. Гар Саксон шикарен, Бо Катан. И набор, в принципе, по функциям, если сравнить с 2012 годом, извините, перепутал, он не сильно отличается, но немножко проработан, может быть, чуть больше он его, к сожалению, сравнить не смогу. И точно так же по фигуркам, фигурки тоже сильно-то не уступают. То есть, там был Уби-Ван, Привизла и обычный мандалорец. Здесь Бо Катан, Гар Саксон и обычный мандалорец. То есть, практически одинаково. Набор точно разлетится. Следующая новинка. Следующая у нас новинка, это набор 75311, имперский десантный транспорт. Это у нас тоже вот такая небольшая, как бы, ремейк, обновление предыдущего такого имперского транспорта, но более сочная, более такая, прям, жирная. Почему? Потому что, во-первых, очень хорошо проработана модель, она прям вот слизана с сериала Мандалорец, как она там была, и она богата на фигурки. Вот. Очень много функций. Это открывающиеся двери, открывающиеся люки. Сама по себе она очень большая, очень хорошо проработана. Прям вот реально постарались. Даже вот сзади у нас имеется такая небольшая кабинка, где там прятался пилот и стрелял. Тут Гриф Карго изображен. Очень хорошо все проработано, очень мне нравится. И что самое здесь интересное, тоже сочное и жирное, это сами фигурки. Это, во-первых, Гриф Карго, вот этот персонаж, который руководил гильдией. Очень хорошо проработан. Принты спереди. Меня прям радует, что они, наконец-таки, начали делать принты спереди, вот, ну, на таких интересных наборах, чтобы больше привлечь гневанальное внимание. И потом штурмовики. Три штурмовика у нас здесь. Они просто не могут не радовать. Во-первых, это у нас штурмовик артиллерии, минометчик. Посмотрите, как он раскрашен. Это просто шикарно. Это просто новый шлем у него, да, который сейчас пользуется, Лего. Очень хорошо вот так изображено, пропринтовано. Но его, по-моему, как раз-таки не было в самом сериале. Он был в другой серии с Боба Фетой. Вот именно в этой серии, именно в этой серии вы не было, но они его сюда запихнули. И хотя бы спасибо им за это. Очень интересный у него принт сзади. Вот. И личка, да. Лего отказалась наконец-таки от у штурмовиков от одинаковых лиц, потому что все-таки штурмовики, это были уже не клоны, а были разные люди. И вот я к чему клоню. Здесь у нас два других обычных штурмовика. И как мы видим, здесь девушка у нас штурмовик и афроамериканинза. Него штурмовик. Хотя меня сомневается, может быть, это тоже девушка, только лысая. Не знаю. И если вы так же думаете, напишите в комментариях. В общем, вот такая у нас теперь политика Лего толерантная. У нас штурмовики, девушки. Ну, хотя, когда играешь в Баттлфронт за специалиста, то слышно по женскому голосу, когда персонаж умирает, за куда играешь, там слышно женский голос. То есть толерантность победила окончательно все. Очень интересный и жирный набор. Прям вот практически, как, знаете, небольшой баттлпак. Вот этот Леговский 75280. Наверное, с ним можно сравнить, потому что по количеству фигурок и по количеству, наверное, деталей, постройки они чем-то похожи. Следующий у нас набор. Ну и следующий у нас новинка. Это набор под артикулом 75312. Звездный истребитель Боба Фетта. Непонятно, почему он так назван. Неужели права на название Слейфа 1 у Лего отобрали или еще что-то? Почему его так назвали? Непонятно вообще. 593 у нас тут всего лишь детали. И это у нас уменьшенная копия. Я уже не помню, во-первых, какая-то по счету копия, то ли шестая, то ли седьмая вообще этого истребителя Раба 1. Вот. Это у нас как бы уменьшенная копия, если сравнивать с предыдущим набором под артикулом 75243, в которой детали ровно в два раза больше. Там чуть больше тысячи, по-моему. Вот. И мне эта модель очень нравится. Многие тоже ее захейтили, потому что ее очень сильно уменьшили. Но ее уменьшили, как я понял, вот под новую, скажем так, политику Лего. Все вы видели уже обзоры на новый X-Fing и новый Tie Fighter, где они сами по себе чуть меньше, чуть меньше количества деталей. И вот, скорее всего, этот слейв у нас в одном масштабе с этим X-Fing и Tie Fighter. Меня это радует, потому что, во-первых, на него будет 100% ниже цена. Его можно будет ухватить там, наверное, около 4000. Данный набор, а может быть, и меньше. И у нас тут просто шикарнейшие фигурки. По функциям, да, очень интересная функция у этого набора. Во-первых, здесь только можно загрузить, условно говоря, карбонитовую камеру. Он у нас точно так же у него крылья крутятся. И тут добавлена такая интересная площадка. Его можно будет взять руки. Тут добавлена площадка, на которую можно сесть Боба Фетта и отбуксировать свой слейв куда угодно. Очень интересная, прикольная функция. Не знаю, зачем она. Но как минимум, этот слейв можно будет поставить на полочку, и он будет голосоваться. По фигуркам здесь у нас обесцененный Мандалорец без карри. Но это было ожидаемо. Это было ожидаемо. Вот. И Боба Фетт. То есть, пока что это единственная фигурка, где у нас снова Боба Фетт по сериалу Мандалорец. То есть, эта фигурка будет разбирать. Кстати говоря, у меня есть каста на эту фигурку. Ссылка будет здесь, в описании. Переходите, смотрите. Вот. Набор считаю прекрасным, шикарным. Будет дешево стоить. Мало, но интересные. Как-то так. Следующая новинка. Ну и последняя на сегодня у нас новинка. Последний набор. Это набор под артиклом 75315 имперский легкий крейсер. Это у нас в прямом переносном смысле флагмана данного полугодия летних наборов по Звездным Войнам. Это у нас классический такой звездный крейсер типа Арквинтез, по-моему, называется. Он у нас использовался во времена Республики. Его можно было видеть в сериале и во времена Империи и после Империи может быть даже Первого Ордена. Вот. Это у нас скажем так классический большой набор Звездных Войн, где у нас самая главная постройка это Звездный Разрушитель. То есть он наподобие как Винотор в свое время Звездный Разрушитель Первого Ордена Империи. Вот. Набор богат на фигурки. На функции достаточно не очень сильно беден. Ну и у Звездных Разрушителей таких не всегда было бы больше функций. Вот. Мне он не сильно понравился, не сильно зашел. Будет стоить конечно очень дорого. Купить его будет очень трудно. Не всем он конечно будет скажем так достаточно не все смогут его купить. Взять по функциям открывается у нас вот так вот интересная крышка. Там у нас находится как бы имитация мостика звездного разрушителя. Также у нас имеются пушки которые можно поворачивать и стрелять. И вот очень интересная непонятная функция. Когда набор анонсировали там было сказано про Тайфайтеры которые будут там прикреплены их можно будет там выпускать. Вот. Я думал что это будет хотя бы Тайфайтеры как вот в наборе Дредноута хотя бы они такого масштаба будет а оказались тут еще просто меньше. И вот такая интересная функция. Я так понимаю несколько штук туда их засовываешь и вот так выдавливаешь они оттуда выпадают как не знаю что. В общем не очень прикольно их наверное штуки 2-3 так выдавливаешь и они оттуда выпадают. Ну не знаю мне не очень сильно зашло не очень сильно понравилось. По фигуркам по фигуркам нас тут встречается снова Мандалорис без карри потом у нас встречается Кара Дюн которую вы знаете за нее история. Вот. Она у нас по-моему отличается от версии из шагохода AT-ST по-моему ногами отличается если нет я может путаю но картинку приложу. Вот. Малыш Йода бесцененный конечно как же без него уже это уже по-моему третья его версия вот. И самые вкусные интересные фигурки это у нас феник вот это охотница грабительница нет. охотник за головами я вспоминал это слово очень интересная фигурка во-первых интересный у нее принт на лице отдельно выполненный шлем повторяющий его полностью в сериале не знаю волосы будут ли у персонажа нет должны положить потом у нас Мов Гидон тут они что-то поскупились посмотрите у Финика есть принт на ногах а Мов и Гидона нету вот он у него два выражения лица блин ну минус то что нет принтов на ногах плащик интересный и терн темный штурмовик вот он мне абсолютно не понравился посмотрите как он выполнен во-первых какой-то ужасный непонятный шлем выглядит как фиговая китайская отливка вот даже по такой картинке потом вот эта новая накидка такая вот которая скажем так увеличивает фигурку в объеме которая мне как мне кажется абсолютно не идет она пропринтована зато полностью в отличие от Мов и Гидона зачем его пропринтовывать вот ну отвратительная фигурка мне не понравилась абсолютно она не похожа на оригинал то есть в оригинале там видно что это роботизированные скажем так дроид-убийца а здесь он больше напоминает фигурку человека спрятанное в костюме робота то есть прям минус мне не понравилось точно прямо это прям худшее этого набора но вот Феник меня прям радует это прям будет стоить дорого за ней будут все охотиться в принципе не такой уж интересный набор лично для меня стоит будет дорого а фигурки будут интересны разве что выкупить отдельно у него фигурки из этого набора в принципе как-то так ну и какой итог мне очень сильно понравились все наборы летнего полугодия они очень все хорошие цены я думаю будут вполне демократичными можно будет как всегда поймать их потом чуть позже по вкусным ценам как я люблю говорить видно что лего очень сильно постаралась над этим полугодием как по звездным войнам так и по другим вселенным например по марвелу по гарри поттеру очень сильно хорошо проработаны наборы по функциям по персонажам по количеству принтов что немаловажно вот думаю наборы очень хорошо разойдутся как горячие пирожки их будут покупать и лего точно купится в денежку упадет вот ребят мне на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайк колокольчик пишите комментарии понравилось ли вам такое видео выпускать ли такие видео дальше вот и вступайте в нашу группу вконтакте где мы укладываем новинки лего и его аналогов всем пока